Итак, друзья, всем привет! С вами я, Дмитрий, и сегодня мы начинаем обсуждать изменения, которые произошли в миграционном законодательстве в 2023 году. Совсем недавно у нас наступил Новый год, а это значит, что в силу вступили изменения, которые позволяют получать РВПО, так называемое разрешение на временное проживание в целях получения образования. Ранее неоднократно мы про него говорили, говорили, что будет возможность его получить. Все, день получения, можно сказать, настал, закон вступил в силу, изменения вступили в силу, административный регламент опубликован. Теперь осталось понять, что есть такое разрешение на временное проживание в целях получения образования. Осталась ли прошлая возможность получить РВП по образованию, ВНЖ и так далее? Обо всем этом сегодня расскажем по порядку. Начнем прежде всего с того, что все прошлые основания получения РВП, ВНЖ остались неизменными. Также возможно получить классическое разрешение на временное проживание по образованию, также возможно получить ВНЖ. В этой связи ничего не поменялось. Добавилась лишь возможность получения разрешения на временное проживание в целях получения образования. Важнейшим отличием является тот момент, что для того, чтобы получить РВП по прошлому, основанию необходимо было иметь оконченное образование. В этом же случае мы говорим о том, что его могут получить лица, которые поступили в соответствующее учебное заведение и на данный момент находятся в процессе получения образования. Вот так вот. Также по срокам, разница и так далее, обо всем этом расскажем. Итак, прежде всего поговорим про законодательство немного, кто будет сам читать, изучать. Произошли, конечно же, изменения в федеральном законе о правовом положении иностранных граждан. Там говорится об основаниях, о категориях лиц, которые подпадают, где именно надо учиться, по какой форме обучения, на какой срок выдается, что делать после окончания учебного заведения и так далее. Также 1 января 2023 года в силу вступил административный регламент Министерства внутренних дел Российской Федерации, который, скорее, с технической точки зрения описывает процесс получения разрешения на временное проживание по образованию. То есть, описывает о том, кто должен обращаться с заявлением, куда, когда, как выглядит заявление, что там будет происходить, какие, например, есть заболевания, препятствующие получению РВПО и так далее. Но сегодня мы поговорим о том, что есть такое РВПО, на какой срок и кому выдается, как не лишиться РВПО и что делать после получения РВПО. Можно ли в дальнейшем получить ВНЖ или нельзя. И чем в целом РВПО отличается от классического традиционного РВПО? Прежде всего поговорим о категориях лиц, которые могут претендовать на получение РВПО. На получение РВПО могут претендовать все категории иностранных граждан, как из визовых стран, так и из безвизовых стран, как из стран, которые в прошлом входили в состав СССР, так и из любых других стран. То есть здесь каких-либо ограничений нет, которые были при получении РВП по образованию. Однако ограничения есть по форме обучения и по тому, где именно нужно учиться. При получении РВПО речь идет именно о получении высшего образования. Можем прямо сейчас зачитать закон, выведем его на экран. Итак, иностранный гражданин, проходящий обучение по очной форме обучения по программе бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры, программе ординатуры, программе ассетентуры стажировки, имеющим государственную аккредитацию, или по программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в государственной образовательной или государственной научной организации. То есть мы видим, что учиться нужно будет прежде всего как минимум на бакалавриате. То есть средние специальные учебные заведения при получении РВПО, можно сказать, отпадают. Также мы видим то, что можно получать образование по магистратуре, ординатуре, бакалавриату, специалитету в образованиях, которые имеют государственную аккредитацию. То есть ссылки на то, что именно должно быть государственное учебное заведение нет. Если мы не говорим о второй части после слов или по программе подготовки научных или научно-педагогических кадров в аспирантуре, тут уже речь идет о государственной образовательной или государственной научной организации. Итак, на какой срок выдается РВПО? Срок, на который выдается РВПО является сроком предполагаемого освоения учебной программы. Какие документы необходимо подавать при получении РВПО? Это в принципе стандартный комплект документов. Русский язык не подтверждается. Как мы видим, это в принципе логично, потому что при получении РВП по образованию русский язык подтверждался наличием диплома. Здесь он не подтверждается. Единственный момент, добавляется справка из университета о том, что вы зачислены на соответствующее направление по очной форме обучения. Как можно лишиться РВПО? Если с очной формой обучения вас переведут на любую другую форму обучения, будь то очно-заочная форма обучения, вечерняя, заочная, дистанционная, все эти формы обучения не подходят для получения РВПО. Если вас с очной формой обучения переводят, исключают, вы сами переводитесь, то нужно понимать, что вы лишаетесь возможности иметь РВПО. Касательно подачи ежегодного уведомления. Если вы получили РВПО, то в отличие от классического традиционного РВП, подавать ежегодное уведомление о подтверждении проживания не нужно. Также касательно срока, немаловажное дополнение выдается неровно на срок получения образования, а срок получения образования плюс 180 календарных дней. После того, как вы освоите учебную дисциплину, по которой вы подавали документы на РВПО, вы можете подавать документы на ВНЖ. То есть здесь необходимо будет прожить с разрешением на временное проживание в целях получения образования весь период обучения. То есть вы должны доучиться и только после этого сможете подавать на ВНЖ. Видим сразу отличие, что при классическом, так скажем, традиционном разрешении на временное проживание можно было подавать на ВНЖ спустя 8 месяцев. Здесь же нужно освоить полностью учебную дисциплину и только после этого вы сможете подавать документы на ВНЖ. В этом плане сроки, естественно, выросли. Также сохраняется прежнее требование, которое предъявлялось к РВП, а именно нельзя находиться более чем полгода, то есть 180 календарных дней в сумме в период одного календарного года с 1 января по 31 декабря. Если данное правило вы нарушаете, то, естественно, ваше РВП, как обычное РВП, так же РВПО, может быть аннулировано. Итак, подведем итоги. Что есть такое РВПО? Разрешение на временное проживание могут получить иностранные граждане, которые получают на данный момент образование по очной форме обучения. Речь идет именно о высшем образовании, то есть минимальная ступень – это бакалавриат. В принципе, мы это все перечислили в этом видео. Также отсутствуют требования подтверждения знания русского языка. Все остальные документы одинаковы. Перевод, справка об отсутствии судимости, фотографии, медицина и так далее. Также необходимо учитывать, что разрешение на временное проживание в целях получения образования могут получить как граждане из безвизовых стран, так и граждане из визовых стран. Это, в принципе, хорошее подспорье для тех, кто получает образование, потому что до этого граждане, например, стран, которые в состав СССР не входили, получив синий диплом без отличия об образовании, не могли ни на что подать. Сейчас, видим, ситуация изменилась, можно получить РВПО. Срок РВПО – это период освоения образовательной программы плюс 180 дней. В течение этих 180 дней можете подать документы на ВНЖ. Все как раньше, но видим, что срок необходимо выждать полностью, то есть освоить учебную дисциплину. Итак, в принципе, сегодня рассмотрели одно из самых значимых изменений, которое появилось в миграционном законодательстве с 1 января 2023 года. Если у вас остались какие-либо вопросы по этой теме, то вы можете их задать в комментариях к этому ролику. Также не забывайте о том, что если вам нужна услуга миграционного юриста, либо у вас есть какой-либо вопрос, который вы бы хотели разрешить индивидуально, то вы всегда можете обращаться к нам. Все контакты для связи с нами указаны по ссылке в описании этого ролика. На сегодня я с вами прощаюсь. Не забывайте подписываться на аккаунт, ставить лайки и писать комментарии. До скорых встреч!